То Бог ель, и яко Бог наш. ПЕСНЯ Чимало див існує на світі. Саме життя людське – це справжнє диво, найцінніший дар Божий. Як управити його, щоб жить, ні то жить і за все Бога благодарить? Є в православі дивовижні люди Божі, які ще під час свого земного життя отримали від Бога особливий дар молитви, смиріння і любові до всього роду людського. Ці святі Божі люди називаються на Русі старцями. ПЕСНЯ 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 Сиял очень ярко, очень блистательно в Оптиной пустыне. Это монастырь, который находится в Калужской области ныне Российской Федерации. И вот он очень блистательно, ярко заблистал именно в 19 веке. Вплоть до того, что вся интеллигенция, интеллектуальная элита этого времени ездила в Оптину. То есть мы знаем, что Гоголь практически был духовным чадом старцев Оптинских. Федор Михайлович Достоевский также был духовным чадом старцев Оптинских. И в поводу того, что старец Зосима, известный литературный персонаж его братьев Карамазовых, он был списан именно с преподобного Амросия Оптинского. То есть туда приезжал и Толстой, и очень сильно дискутировал со старцами. Причем они потом сказали, что гордость непомерная в Толстом. Мы не помним, что он анафематствовал православной церковью за те лжеучения, ереси, которые он писал. И вот хочется сказать, что и Оптина пустынь, она тоже довольно древняя, она организовалась в 14 веке. И причем все начинается, как всегда в вере, всегда все начинается со страха Божия и с покаяния. И вот был некий разбойник Опта, который, скажем так, вырыл яму на месте Оптиной пустыни и начал там каяться. И потом стал монахом. И вот он настолько, Господь смело сиделся над ним за его грехи, за покаяние, вернее, о грехах, что на этом месте, где он как бы подвязался, то вырос огромный монастырь Оптина пустынь. Вот началось все с Опты. Но особенно сильно воссеял монастырь в 19 веке, потому что как бы пришли ученики преподобного Паисия Величковского. Это наш с вами земляк, украинец, урожанец Полтавщины, который тоже очень много сделал для православия, для собирания древних аскетических книг, древних отцев. И вот его ученик был призван преподобный Лев Оптинский. Это первый старец Оптиной пустыни. Всего их было 13. Первый старец Оптиной пустыни, он был призван для служения в Оптиной пустыне. И, как бы, скажем так, все началось. Первый старец и романах Лев Наголкин, фактически вдохновитель Оптинского старца, который был непосредственно учеником преподобного Паисия Величковского, вот у него очень были большие скорби, его сильно не любили. И он бедный, его там, вплоть до того, что были гонения, доносы, интриги, какие-то ему даже не разрешали одевать великую схему, он был схемонахом, ему не разрешали одевать схему, и гоняли, скажем так, из кельи в келью. Но он всегда очень благодушно претерпевал скорби, брал иконочку Божьей Матери Владимирской «Достойно есть» и с пением «Достойно есть своя сна, блажит тебя Богородицу». Шел опять отбывать какое-то наказание или отбывать какое-то, скажем так, претерпевать скорби. То есть он очень терпливо и очень, так скажем, правильно, по-христиански преодолевал эти скорби. И до того, что он был очень прозорливым, вот женщина бесноватая пришла к нему и сказали, что, и бес в ней сказал, что, как бы, я был в Киеве, я был в Киеве, в Москве, в Воронеже, нигде меня не могли выгнать, но этой седой меня выгонит. Действительно, он помазал его маслом, ее маслом от лопатки, и бес ушел. Вот как бы, и у него тоже был такой дар прозорличества. То же самое было и его ученика, например, иеросхимонаха Макария Иванова. И это его ученик непосредственный. Также вот был такой интересный учительный старец, иеросхимонах Моисей Путилов. И у этого старца, вот он был очень милосердным. Он так, как бы, время такое было непростое всегда, да, особенно для начальства, в данном случае сочиненачалин, 37 лет руководил Оптиной пустынью. И за его время Оптина пустынь имела типографию. И вот эти аскетические подвиги святых отцев, вот очень духовно важную аскетическую литературу святоотеческую, они передавали, скажем так, печатали и размножали, то есть сохраняли труды святых отцев. То он был настолько милосердным человеком, что он брал сирот и ставил им оклад жалования, и такое смешное дело какое-то для них ставку. Вот, например, у него была должность гонять ворон на огороде. Из-за этого они получали эти сироты жалования, получали оклады, или он мог, как бы, или ставил их ловить кротов тоже там. Из-за этого эти сироты, где деточки, эти получали хлеб, как бы получали денежку, как бы вот так он делал. Или, например, что приезжал, он был прозорливый, приезжает торговец с явно гнилыми продуктами, некачественными. Но он, видя, что этому человеку действительно нужны деньги, действительно нужно кормить семью, то он, как бы, покупал за деньги, за свои деньги покупал эти продукты, потому что знал, что именно... А потом сам эти продукты ел. Вот такое было милосердие. И он, конечно, скажем так, благоухал добродетелью. И вот, скажем, вот с Камертона, вот оптяной пустыни, вот с Хиегуменом Антони Путилов, он очень замечательно сказал, перед своей кончиной, он говорил, всех желал бы утешить. Если бы можно было, самого себя растерзал бы и раздал всем по кусочку. Вот, скажем так, за что им дается это благотворство Духа. Потому что в основе старчества, как в основе любого православного делания, это, конечно, лежит смирение, как величайший добродетель. То есть отвержение себя и поставление Бога и другого человека, скажем так, на первое место. И служение Богу и людям, жертвенное. И вот, например, тоже преподобный Ларион Оптинский принесли ему страшно больную женщину, психически больную человека. Она очень сильно материлась. И вот он ее привел молитвенно в полное сознание. И ему говорили, вы бы ее батюшка оставили, коль она такая. А он говорил следующее, а у нее ведь душа такая же, как и у нас с тобой. Весь мир не стоит одной души. То есть, и вот они заботились об этой душе человеческой и отдавали им максимальное, максимальное, как бы, внимание. Самый, конечно, известный в Оптинске, скажем, это преподобный Амарусий Оптинский. Это человек, который очень тяжело болел, длительно тяжело болел, и три или четыре раза он был просто при смерти. И он фактически был лежачим. Но он сподобился дару за это смирение, за терпение, за любовь свою к людям. Он сподобился этого дара, как бы, старчества. Вот эти поговорки, знаете, вот там, где просто, там ангелов соста, а там, где мудрено, там ни одного. Это же именно поговорки преподобного Амарусия Оптинского. Или вот эти вот, когда, от чего человек бывает плохо? От того, что он забывает, что над ним Бог. Это вот именно тоже поговорки преподобного Амарусия Оптинского. Известны очень много случаев, когда он очень сильно помогал людям. То есть, например, что он шел, видел, что крестьянина умерла лошадь. И он воскрешал эту лошадь. Был случай, он бил ее хворостиной, говорит, а ну-ка, вставай, иди. И лошадь вставала и шла. Были случаи, когда он задерживал человека в специальном монастыре три дня, потому что знал, что его должны убить. Постерегали под мостом и должны были убить за деньги, скажем так. И это, конечно, был очень такой серьезный старец. И много-много было таких вот старцев, 13 человек их было. Вот, допустим, тоже вот преподобный Анатолий Зерцалов. То есть, если он узнавал о чем-нибудь горе, написанном в житии, то так волновался, что у него начиналась ужасная головная боль. А потом начинало болеть и сердце. От того, по свидетельству врачей, у него и началась болезнь сердца, отек легких, от которого потом, впоследствии, умер. То есть, настолько люди сопереживали горе других людей, настолько они входили в положение. Нужно сказать, что последние старцы, они претерпевали очень большие скорби. Мы знаем, что, например, их практически не были расстреляны или убиты. Вот предпоследний старец Риман Ахникан Беляев жил на квартире у женщины, где-то на севере уже. И вот она его очень сильно била, скажем так. Она его заставляла уже делать физическую работу. Когда узнала, что он был больной туберкулезом, она его просто выгонала зимой на мороз. Но они все претерпевали. И знали, он так говорил, скорби попускаются, чтобы обнаружилось, что любить Бога действительно. Без терпения скорбей даже благодарная душа не способна к Царству Божию. Твердое терпение скорбей, равно сильное мученичество, скорби ничего не значат в сравнении с духовными благами. То есть они знали, ради чего подвязались. Ну и, конечно, следует сказать, что сегодня последний старец, Архимандрит Исиакий II, был расстрелян в то время, в 1938 году. И закончить свой рассказ хочется тем, что сейчас Оптина процветает, слава Богу. В 1988 году она была отдана Русской Православной Церкви. И сейчас Оптина пустынь, она является также светочем для всего православного мира. Мы знаем об убиенных новомучениках оптинских, которые ждут канонизации, Романах и Василий, Иннокея, Трофиме и Ферапонте, которых в начале 90-х убили. И, конечно, сейчас она является светилом. И хочется сказать, чтобы мы, друзья, братья и сестры, не оскудевали свою веру, а шли дорогой старцев. Они указывали нам этот путь. Этот путь в любви, этот путь в смирении, этот путь в отвержении себя, этот путь в покаянии, в жизни церкви, в жизни церковной. И тогда, конечно, Господь по мере наших скромных сил, наших душ, пошлет и нам свои благодатные дары, каждому, кому по силе. И пусть преподобные оптинские старцы, амроси оптинские, остальные оптинские старцы молят за нас, грешных Бога. Спасибо, Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова